Вот город Фюрстенвальде, вот я сейчас рассказываю, за этот город Фюрстенвальда, а до этого я поддерживал пехоту, которую теснили немцы. Я оказался в лесу, пехота убежала, а немцы уже сзади в барак выпрыгивают, там барак какой-то был, карьер, вот, успех. Да, мне пришлось бы прыгать в самоходки, когда машина разворачивалась, села на пузо, на пробку дорожную. Думаю, что дать сделать, только надо поглядеть, где какой будет, назад, вперед. Дверь раскрыл, бубух, я упал сразу, несколько пульсокнули об машину-то. Я поглядел, что надо, запрыгнул, уже знал, механику сигналю, как же, отъехали, а немцы выпрыгивали, мимо них проезжать. Я у наводчика с автоматом стоял, я у меня автомат выдернул, отобрал и на подъезде к этому месту диск выпустил. Но, наверное, там уже их не было, я что-то никого не видел. Так, вот, после этого мы там где-то крутились, вертелись и оказались в городе Цосцене. Там находился штаб, как Гитлера, последние дни существования Цосцене. Какой-то штамп-лагерь называли, что это такое, я не знаю, но там были бараки с железобетонными крышами. Бараки широкие, внутри пустые, крыши, вот такой примерно толщины железобетонные, острые, острые, острые. Там были, там был люк, подземный ход, и там был стадион, прям в лесу. Я там ходил, крутился, в люк лазил, но там уже были наши специалисты. Там было большое, огромное помещение под землей, вот здесь на 3 метра глубины, всего-навсего. Завалено полки, там какой-то архив был, видимо. Там же сидели наши ребята, я туда приперся, я вижу, хотел бежать. Они мне убедали раньше, что здесь лазишь? Я говорю, так и так, сюда нельзя, вышел. Пошел я подальше, что-то такое, червеец, подошел, там люди, наши специалисты. И вот этот самый танк, это они называли «Мамонт», не я придумал. Вот, я стою поближе, поглядеть, они говорят, не подходить, тут не надо. А они разбирали трансмиссионную часть, все детали складывали в яшечки, запаковывали. И вот я их смотрю, что это за штука, и они сказали, это «Мамонт». Таких, якобы, уже три было построено. Где другие, я не знаю, но его характеристика. В стране лежит башня. В ней две спаренных пушки. Одна пушка 75 мм, вторая порядка 120 мм. спаренные, я говорю, башня чуть не с наш 34-ку. Они сказали, что весь эта махина 120 тонн, что они нигде не были, нет мостов, которые этот груз выдержит. Вот что, это говорили люди, которые там ковырялись. Метр 10 ширина гусеницы, гусеницы, метр 10. Каждую гусеницу тянет свой двигатель. Майбах. Майбах. Я уже говорил. Они так называли. Вот это Майбах. То ли Майбах там какой-то дизель заводит, то ли дизель Майбах, а то он уже крутит гусеницу. Каждую гусеницу крутит свой двигатель. Вот что я знаю об этом. Больше ничего не знаю. Ну, грозная штука. Да. Да.